Человек просит белую шиншиллу за 1000 рублей. Мне вот интересно, а белый шиншилл за 1000 рублей вообще существует? Приветствую вас, дорогие шиншилловоды или люди, которые хотят завести шиншиллу. Сегодня я вам покажу шиншилл, которых хотят купить абсолютно все. Но также я покажу шиншилл, которых, возможно, то ли не видят люди, то ли просто банально недооценивают. Ну, в принципе, самые нечасто покупаемые шиншиллы перед вашими глазами. Это экстра темные абонии, точнее полностью дайте мне черненькую шиншиллу или дайте мне, пожалуйста, чисто беленькую шиншиллу. Человек звонит и спрашивает, у вас есть белая шиншилла? Да, у меня есть белая шиншилла, да, она продается. Сколько стоит? В моем питомнике мы продаем вот таких вот таких вот 5000 рублей. 5000 рублей белая шиншилла стоит. Ой, это что-то дорого, ну, конечно, дорого, потому что это белая шиншилла. Почему и сколько какая шиншилла стоит? Я снимала отдельный видеоролик, сколько стоит шиншилла в правом верхнем углу, оставлю ссылочку, можете его посмотреть, чтобы вам было понятно, откуда берутся такие цены. Хорошо, вот вам белая шиншилла, пожалуйста. Это белый вильсон, это белорозовая. Они разные, сами видите, да? Это просто немножко ушки покусали, не обращайте внимания. Но это самый наглядный пример белого вильсона. И вот люди говорят, а почему белая шиншилла с красными глазами? Потому что именно белорозовая шиншилла, она идет уже с красными глазками. Белый вильсон уже идет с черными глазами. Белый вильсон, это не чисто белая шиншилла, имейте это в виду. Белый вильсон, обратите внимание, на хвостике может быть черная. У нее, допустим, вот носик черный. Бывают белые вильсоны вообще все полностью серые. Да, такие тоже бывают. Белорозовая шиншилла будет полностью белая. У нее тут чуть-чуть бежевого, ну потому что белорозовая состоит из бежевого и белого гена. Но у нее вот есть еще такие крапинки, бежевенькие, но это уже такой экземпляр идет. Не у всех такое есть. И у белорозовой шиншиллы розовые ушки. Вот почему белорозовая. К чему я это вам все вообще вот сейчас рассказываю? Белый вильсон популярнее, чем белорозовая шиншилла. Всем нужен белый вильсон. Принципиально, причем, нужен именно белый вильсон. Белорозовых шиншилл больше, чем белых вильсонов, имейте это в виду. Вот вторая по популярности шиншилла, это черный бархат. Он тоже всем нужен. Именно принципиально черный бархат. Не коричневый, не белый, не какой-то там фиолетовый бархат, не ангорский бархат. Именно черный бархат всем нужен. Вот распиарили почему-то этот окрас. И есть еще, так скажем, аналог. Это черный жемчуг. Но черный жемчуг будет лучше, чем черный бархат. В плане окраса. Да, он будет намного чернее. У него будет более резкий переход. Я тоже в своем видео, сколько стоит шиншилла, показывала, чем черный бархат отличается от черного жемчуга. Но сразу скажу, я не составляю какой-то сейчас топ из популярных окрасов. Я вообще просто беру все окрасы и показываю, какие именно самые востребованные. Например, шиншилла голубой бриллиант. У меня, к сожалению, нет чистого голубого бриллианта. У меня есть только белый бриллиант. Но из-за его цены, то есть голубые бриллианты ценятся от 15 тысяч рублей. Скорее всего, из-за цены их покупают немножко меньше. Но, знаете, голубых бриллиантов вы можете пересчитать в России по пальцам. В принципе, так же, как и черных жемчугов. Не знаю, почему голубой бриллиант такой популярный. То ли его то, что сложно вывести, то ли он и правда красивый для некоторых людей. А то ли просто что название, знаете, голубой бриллиант. Наверное, из-за этого покупают. Я, конечно, склоняюсь, что люди покупают больше бриллиантов из-за названия. Фиолетовая шиншила. Но она уже, знаете, менее покупаемая, но тоже очень востребованная. Сейчас, кстати, очень в моду стали заходить фиолеты. Их очень много появилось в России. И все их хотят купить. Именно чистого фиолета. Не бежевого, не белого, а чистого фиолета. Не экстра темного фиолетового эбони. Чистый вот фиолетик, пожалуйста, вашему диваню. Муся. Да, Муся? Я вам тоже советую купить эту шиншилу, потому что шиншилу действительно очень красиво. Неважно, будет ли это белый фиолет, будет ли это обычный фиолет. Еще мне очень сильно нравится шиншила фиолетовый средний эбони. Вот прям красивая шиншила. Чем фиолет отличается от других шиншил фиолета? Да, возможно, покупают из-за того, что вот говорят, что он светится на свету, именно при солнечных лучах, таким фиолетовым отливом. То есть он блестит. Но он, правда, если вы посветите на фонариков, на шиншилу, на эту вот. Вы на камере этого не увидите, но вот у меня свет на нее светит, и она прямо у меня блестит. Это, правда, очень красивый окрас. К сожалению, это все популярные окрасы, которые я вам могу назвать сегодня в этом видео. Ладно, извиняюсь, я забыла про кое-какой один окрас. Это мозаика. Покажись. Бомбистическая шиншила, но их очень мало кто продает, и если вы увидите эту шиншилу, то ее сразу все хотят купить. Мозаики чем отличаются от других шиншил? Шиншил – это обычный белый висан, в котором есть мозаичный ген. Допустим, у этого шиншиленка могло случиться так, что у него, допустим, вот здесь бы половина спины была бы черная, а голова была бы белой. А хвост бы был весь черный, а все остальное было бы белое. Вот мозаика именно вот этим красива, что она начинает какими-то черными пятнами. Черным по белому какие-то появляются пятнами. Бывают даже шиншилы превращаются в долматинцев. Но он не относится к этому топу по популярным шиншилам. Почему? Потому что люди не идут конкретно и говорят, нам нужна мозаика. Нет, конкретно люди идут, дайте мне чисто черную шиншилу, дайте мне чисто белую шиншилу, или дайте мне фиолетовую шиншилу, вот услышат где-то, да, вот фиолетовую шиншилу, идут за ней. Либо дайте мне черного бархата. Все, я слышу только такие названия. Опять же, это большинство людей хотят именно таких шиншил. Но есть люди, которые говорят, что я не знаю, какую я шиншилу хочу, покажите, какие у вас есть. И самое обидное, меня этот по сей день, правда, очень-очень сильно обижает, что люди идут и меня за белый, и за черный. Хотя все забывают про бежевую шиншилу, про бежевые окрасы. В конце концов, вы знали, что вообще есть коричневая, может быть, шиншилла? Что есть белая шиншилла с коричневым пятном, нет? Ну, все про них забыли, ну, вот правда, обидно. Хочу вам показать самый красивый окрас, который вывелся в моем питомнике. Я, как только его увидела, я сказала, что я буду именно таких бежевых шиншил разводить, чтобы люди приходили, и я эту шиншилу им показывала, что вот на выбор есть вот такая гомобежевая темная пастель. Пожалуйста, вот она, она просто очень красивая. И действительно, ведь я показывала этих шиншил, и люди говорили, нет, нам нужна вот эта. То есть их даже уже не интересовала черная, не белая шиншилла, а именно вот эта вот. Но хочу вам показать самую ярко выраженную гомобежевую темную пастель. Вот она у меня. Но она у меня еще ангорская идет. Это, кстати, его мама, предыдущего мальчика, который я вам показывала. Ну, успокойся, Берта. Она прям самый ярко выраженный, красивый пример, который я себе в питомнике оставила. А вот, пожалуйста, вам обычная средняя пастель. Вот, вот обычная средняя пастель. Но это ангорская. Ну, в общем, смотрите, просто на окрас. То есть разницу чуете, да? Я согласна. Может быть, пастели там светлые, средние, они сильно никого не интересуют. Это обычный бежевый окрас, ничем не примечательный. Но вот эти шиншиллы, они уже другие идут, и они реально красивые. Вот чисто гомобежевая шиншилла и чисто темная пастель. Посмотрите, какой он коричневый. Коричневая шиншилла. А вы все за черными гоня. Нет, ну, конечно, это все на вкус, но коричневые шиншиллы, это как шоколадки, это тоже красивые шиншиллки. А гомобежевая шиншилла, она такого, знаете, персикового красивого окраса. И когда я тоже показывала людям, что есть персикового окраса шиншилла, люди, которые не конкретно за какой-то шиншилла ехали, они забирали гомобежевую шиншиллу, потому что она действительно очень красивая. Или, например, коричневый бархат. Ну, это, конечно, коричневая, это коричневая темная пастель, это немножко другая шиншилла. Ну, в общем, это коричневый бархат, он тоже очень красивый. Этих шиншилл, которых я вам сейчас показывала, бежевых, это реально очень красивые экземпляры, и таких стоит покупать. Да, согласна, есть, конечно, средние пастели, вот эти обычные бежевые шиншиллы. Мне они как бы, я не скажу, что они мне не нравятся, но у меня они выводятся постоянно. Таких шиншилл полно продается. А вот таких, которых я вам показала, их уже меньше продается. Хочу вам очень сильно рассказать про такой окрас сапфир, чтобы вы хотя бы знали, что он такой существует. У меня в питомнике этого окраса вообще нет ни одного. Его просто нет. А знаете почему? А я вам сейчас расскажу почему. Сапфиры вообще, почитайте книжки, почитайте любые сайты, форумы мира, шиншилл. Многие говорят, что сапфир это такая шиншилла, именно окрас шиншиллы, который почему-то долго не живет. Это очень на самом деле грустно. Вот фиолеты живут долго, вот если по статистике правда посмотреть, то сапфиры долго не живут. У меня был один сапфир год назад, но он у меня прожил два года и, к сожалению, умер. Причем умер он как? Я просто прихожу, а у меня просто мертвая шиншилла валяется. Честно, не знаю, правда ли то, что у них там что-то с генетикой напутано, не знаю. Ну, все пишут, что шиншилла долго не живет. И вот у голубых бриллиантов есть свой нюанс. А почему сейчас расскажу? Потому что голубой бриллиант это фиолет и сапфир в одной шиншилле. И поэтому голубые бриллианты, ну они, конечно, чуть-чуть подольше живут. Но иногда бывает такое, что самка может родить голубого бриллианта, а он просто умрет. То есть это, в принципе, нормально для таких шиншилл, потому что это очень рецессивный окрас. Это уже прям искусственно-искусственно-искусственно выведенная шиншилла. И сами понимаете, что когда возьмите тех же собак, которые искусственно выведенные, там не все так хорошо у них со здоровьем. А на этом я буду заканчивать. Кстати, напишите в комментариях, может быть, у кого-то есть эта темная пастель, то есть это коричневая полностью шиншилла. Если у вас, конечно же, будут какие-то вопросы, вы можете задавать их мне в комментариях. А на этом все. Спасибо за просмотр. Всем пока-пока.